В Пекине продолжают расти число зараженных COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев. Таким образом, сейчас в столице Китая на лечении находится 106 человек. Основным источником распространения вируса считают оптовый сельскохозяйственный рынок на юге города. Подробности готова рассказать наш собственный корреспондент в Пекине, Бутагос Рогабаева. Она на прямой связи со студией. Бутагос, здравствуйте. Расскажите, как началась вспышка и какие меры принимают власти для борьбы со вспышкой COVID-19 в Пекине? Здравствуйте, Марат. Основным источником нового массового заражения коронавирусом является сельхозрынок Синфадим. Он обеспечивает свежими продуктами 70% столицы. Вирус обнаружили на рынке, так же, как это было в Ухане. Специалисты не знают причины, почему вирус уже во второй раз выявляют именно на рынке, но предполагают, что это может быть связано с низкой температурой хранения и транспортировки мяса и морепродуктов, то есть где вирус может жить в течение длительного времени. Как показали последние исследования, источник вируса является заведенным. Среды COVID-19 нашли на разделочных досках для импортной семги, поэтому специалисты предполагают, что вирус мог прийти вместе с рыбой. Кстати, семгу временно перестали продавать. Но, однако, возможность обычного пути заражения от человека к человеку все же не исключается. Возможно, что источник вируса – импортированные морепродукты, однако это еще не точно. Источником может быть и зараженный человек. Люди переносят вирус, они пошли на рынок и заразили работников. Таким образом, оба варианта возможны. Мы все еще собираем данные из различных источников, коллекционируем образцы, ищем в них штаммы вируса. Рынок Синфоди закрыт. Изолировали также 11 близлежащих микрорайонов. Всех работников рынков и жильцов домов тестируют на COVID-19. Проверяют и жители столицы, кто с 30 мая посещал рынок. Всего определили около 200 тысяч человек. Для этого были мобилизованы 100 тысяч социальных работников. Помимо этого, школьники вновь перешли на онлайн-обучение, кроме выпускных классов. У входа в дома снова начали проверять температуру, и все районы, где выявили случаи заболевания, повысили уровень эпидемиологической угрозы до среднего. Марат? Спасибо, Ботагос. На прямой связи из Пекина была Ботагос Саргабаева.